Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, были Бога у нас! Преполомни, учина Сергия, были Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 24 июля. Преподобный Отракс Химонах Боголеп был сыном московского дворянина Якова Лукича Умакова и его супруги Екатерины. Родился он в 1660 году в Москве. При крещении новорожденному дали имя Борис в честь святого благоверного князя, страстотерпца Бориса. Умаков был определен воеводой в город Черный Яр, находившийся в 250 верстах от Астрахани. Он был известен справедливостью. Борис самого младенчества проявил черты необыкновенные. По средам и пятницам он не вкушал от груди матери молока. Когда благовестили в церкви, начинал плакать и сразу успокаивался, когда его относили в храм. Когда младенца не носили в церковь, он плакал весь день и ничего не ел. В 1662 году в России распространилась смертельная язва. Мальчик заболел. Язва показалась у него на ноге. Он стал хромать, но продолжал ходить в церковь. Родители молились о здравии сына и прилагали все силы, чтобы исцелить его. Но едва прошла одна болезнь, как на лице, появилась другая, под названием чичуй. Однажды во время болезни мальчик увидел странство Шваинека, который посетил их дом. А ангельское одеяние так поразило мальчика, что он тут же стал просить родителей шить ему такую же одежду и разрешить принять постриг. При этом святой отрок говорил, вот увидите сами, когда пострижете и сподобите меня ангельского образа, я буду здоров. Родители согласились. Мальчик был облечен в схиму с именем Боголеп, русский перевод с греческого имени Феоп Репий. На другой день святой схимонах Боголеп был совершенно здоров. Лицо его стало чистое и не осталось даже следов болезни. Но на третий день новая болезнь огневица смертельно поразила отрока. Он скончался 1 августа 1667 года и был погребен у левой стороны деревянной Черноярской церкви в честь воскресения Христова. Эта церковь была воздвигнута после большого пожара в Черном Яре, бывшего в 1652 году 24 июля, на день памяти святого Бориса. Над могилой святого отрока была устроена часовня. Многочисленные чудеса исцелений по молитвам святого схимонаха Боголепа явились основанием для установления ему празднования в день теза имениста со своим благоверным князем Борисом 24 июля. В 1750 году на месте деревянной была построена каменная церковь с пределом в честь святого мученика Иоанна Воина. Могила святого схимонаха была включена в этот предел. Берег реки, на котором находилась церковь воскресения Христова, постоянно подмывался. В середине XIX века состояние храма стало угрожающим, и из него унесли все святыни. Но черноярцы долго не решались сами взять в главную святыню гроб святого схимонаха. Наконец, когда в 1851 году вода подступила уже на два оршина, жители обратились к Святейшему Синоду с просьбой перенести святые останки схимонаха Боголепа, и получили на это разрешение. Был обретен маленький детский гробик, но лишь только городской голова принял его на руки, как он тут же выскользнул из его рук, и вместе со всыпавшейся землей скрылся в водах Волги. Это исчезновение только что обретенного гроба было воспринятием как действие промысла Божия, так как святой отрок неоднократно являлся многим во сне и наяву, ходящим по берегу и падающим под гору. Вместе с тем он утешал, что духом пребудет с верующими. Простая и полная тайн Божией жизнь преподобного схимонаха Боголепа являет силу слов Спасителя о детях. Пустите детей приходить ко мне и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Божие. Истинно говорю вам, кто не примет Царствие Божие как дитя, тот не войдет в него. И обняв их, возложил руки на них и благословил их. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова